Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование мясокомбинатов для разделки тушь. Оборудование для разделки тушь скота в соответствии с технологическими процессами можно разделить на следующие группы. Оборудование для разборки и инспекции внутренних органов, оборудование для разрубки голов, отрубки рогов и тому подобное, оборудование для распиловки тушь и полутушь, оборудование для снятия свиной шкурки, пластования шпика и резки мясного сырья. Оборудование для разборки и инспекции внутренних органов. Внутренние органы разбирают и инспектируют на конвейерных столах, пластинчатых для крупного рогатого скота, чашечных для свиней и мелкого рогатого скота. Внутренние органы укладывают на столы против той туши, из которой они извлечены. Движение конвейерных столов должно быть синхронным, чтобы при ветеринарном осмотре было известно, какой туши принадлежат внутренности. При убое скота на бесконвейерных линиях, внутренние органы укладывают на производственные столы или тележки. Прием, разборку и инспекцию внутренностей при нутровке крупного рогатого скота на подвесном конвейере выполняют на конвейерных столах К7ФИ1А, производительностью от 250 до 1000 голов в смену. При ширине ленты стола 1 метр и ее скорости от 0,16 до 0,06 метра в секунду. Для обработки свиней и мелкого рогатого скота используют столы конвейерные К7ФИ1Б производительностью от 500 до 2000 голов свиней в смену и от 1000 до 2500 бараньих туш в смену. Скорость движения конвейерной ленты при ширине 500 миллиметров для различных модификаций стола составляет от 0,16 до 0,06 метра в секунду. Машины для разрубки голов, обрубки рогов, снятия копыт, лобошей, челюстей – это оборудование периодического действия. Конструкция этих машин определяется спецификой обрабатываемого продукта. Они бывают с электро, гидро и пневмо приводами. Машина Г6ФРА для разрубки голов имеет корпус из листового и углового проката. В нем устанавливаются гидроцилиндр, стол, нож и электрооборудование. На гидробаке привод гидростанции и гидрораспределительный блок. Устройство для перемещения фиксаторов состоит из гидроцилиндра, специальных кулачков с тягами и планками. Гидрораспределительный блок включает металлическую плиту, гидрораспределители и предохранительный клапан. Привод гидростанции состоит из электродвигателя и насоса, соединенных между собой муфтой. Осветитель и светоприемник фотоэлектронного реле служат для ограждения рабочей зоны. Ограждение и щиток из органического стекла предохраняют рабочего от разбрызгиваемой крови и от скакиваемых раздробленных частей из рабочей зоны. Педаль изготовлена из трубы, и служит для включения гидрораспределителя с целью перемещения фиксаторов. После пуска машины берут голову животного за челюсть, нажимают ногой на педаль, при этом должны разойтись прижимы, и укладывают ее на стол до упора в стенку. Мозговая полость должна находиться под вырезом ножа. При опускании педали прижимы сходятся. Голова захватами фиксируется на столе. Двумя руками одновременно нажимают кнопки на корпусе машины. Стол с головой движется вверх под нож. Голова разрубается. Стол автоматически опускается в нижнее положение. Нажимают на педаль. Разрубленная голова освобождается. Ее снимают со стола и укладывают на стол следующую голову. Машина А4810М для разрубки голов состоит из станины с столом, режущего механизма с ножевой траверсы, шатуна с головками, привода, состоящего из электродвигателя, редуктора, шкива с кленовыми ремнями и эксцентрика. Для разрубки голову укладывают на стол и ножом продольно разрезают. Нож машины совершает до 20 колебаний в одну минуту и имеет высоту подъема 420 миллиметров. При разрубке крупных голов нож иногда не прорубает их и останавливается. Это происходит в результате несогласованности работы ножа и шатуна. Технические характеристики машин для разрубки голов представлены в таблице на слайде. Подвижный нож машины V2 FRM для отрубки рогов получает движение от привода через кривошипно-шатунный механизм и совершает 19 рабочих ходов за одну минуту. Длина хода ножа 160 миллиметров. При левом крайнем положении ножа между кромками образуются отверстие, в которое вставляется рог. Он обрубается при рабочем ходе ножа. При отсутствии рога в отверстии рабочая зона машины перекрывается предохранителем. Производительность машины составляет 650 рогов в час. Мощность электродвигателя 3 киловатта. Габаритные размеры 1400 на 780 на 1100 миллиметров. Масса 710 килограмм. Машина MSK1 для снятия копыт имеет нижнюю и верхнюю рамы, на которых укреплены все рабочие органы машины. С боковых сторон машина закрыта щитками из листовой стали. На верхней раме смонтирован механизм для снятия копыт, который включает в себя неподвижную опору с жестко закрепленной рифленой накладкой и балансир. Движение балансира осуществляется от привода через эксцентрик. На длинном плече балансира имеется ролик, свободно вращающийся на оси. На коротком плече балансира имеется верхняя рифленая накладка, которая при качании балансира сближается с нижней рифленой накладкой и отделяет копыта от путового сустава. Привод машины расположен на нижней раме станины и состоит из электродвигателя и червячного редуктора, соединенных эластичной муфтой. На тихоходном валу редуктора насажен эксцентрик, который через ролик приводит в качательное движение балансир. Эксцентрик и ролик закрыты сварным кожухом из-за листовой стали. Машина Я-8 ФСА имеет аналогичное машине МСК-1 назначение. Эта машина имеет гидропривод и обеспечивает одновременное снятие обоих роговых башмаков копыта за один рабочий ход. Она состоит из неподвижной рамы с закрепленной на ней нижней нажимной плитой. Подвижная рамы с верхней нажимной плитой гидроцилиндра и гидрораспределителя работает от индивидуальной или центральной гидростанции. Рабочие органы машины переключаются автоматически. В момент нахождения подвижной рамы в верхнем положении путовой сустав вручную укладывают роговыми башмаками на нижнюю нажимную плиту. При опускании подвижной рамы оба роговых башмака одновременно снимают с путового сустава и по направляющему лотку отводят в напольную тележку или спуск. Путовой сустав направляют в опалочную печь на дальнейшую обработку. Технические характеристики машин для снятия копыт представлены в таблице на слайде. Машина Я-4 ФАГ для снятия лобашей. Состоит из металлоконструкции привода шлицевых валов одного приводного с жестко закрепленными корпусами подшипников и другого подвижного, установленного в двух подпружиненных корпусах подшипников. Конструкция подшипников позволяет поворачиваться подвижному валу в горизонтальной плоскости. Усилие для захвата лобаша валами создается пружинами. Их предварительное сжатие осуществляется с помощью гаек. Привод смонтирован внутри металлоконструкции, закрытой кожухами. Верхний кожух, откидывающийся для укладки голов, имеет щель, куда заправляют забелованную часть лобаша. И, включив машину, берут голову за нижнюю челюсть, подносят к щели, чтобы висящие участки шкуры с губы захватывались валками. При этом шерстяной покров должен быть с обратной стороны от рабочего. Снимают шкуры от верхней губы к шее. В течение всего процесса голову прижимают к кожуху и подправляют, чтобы все участки захватывались вальцами. При наматывании шкуры на один из вальцов их включают на реверс нажатием на тарку туловищем. Снятый лобаш попадает в лоток, откуда скатывается в транспортное средство. Челюсти от голов крупного рогатого скота отделяют на машине В2ФЧБ. Она состоит из корпуса, привода, маховика с пальцами, клина и съемных опор. Челюсти отделяются тремя радиально расположенными пальцами. Основной рабочий орган машины – клин в нижней части корпуса. Клин сконструирован таким образом, что при надевании зева головы на его острие отделяется челюсть, захваченная пальцем маховика. В центре клина имеется паз с шириной 26 миллиметров для сопряжения с пальцем на рабочем участке при его вращении. Технические характеристики машин Я-4ФАГ и В2ФЧБ представлены в таблице на слайде. Гидравлическими резаками В2ФРБ отрезают передние, задние конечности и рога толщиной не более 100 миллиметров крупного рогатого скота. Гидравлические резаки фирмы Jarvis Corporation применяют для отрубки рогов передних и задних конечностей крупного рогатого скота. Резак модели 25CL работает автономно. Гидросистема создает на резаке усилие от 10 тонн. Напряжение на рукоятке резака 6 вольт. На обрезку рога затрачивается не более 2 секунд. Резаки состоят из двух режущих элементов с внутренней режущей частью и применяются для отрезания передних и задних конечностей. Они состоят из корпуса режущего элемента в форме ножниц, гидроцилиндра, рукоятки управления и подвески. Конструктивные отличия резаков состоят в том, что они работают от индивидуальной гидростанции, а другие от компрессора. Пилы и установки для распиловки туш и полутуш. Для распиловки туш скота применяют переносные и стационарные пилы и установки непрерывного действия. Переносные пилы могут быть ленточными, дисковыми, цепными, с электропневмо- и гидроприводом или с приводом от гибкого вала с гладким или зубчатым лезвием. Переносные ленточные пилы могут быть с лучком и без него. На слайде показаны переносные ленточные и дисковые пилы отечественного и зарубежного производства. При работе с переносными пилами требуется большая осторожность, внимание, а также достаточные физические данные, так как рабочий обслуживающий пилу воспринимает на себя усилия подачи и резания. Для облегчения труда и повышения маневренности пилы используют шарнирные подвески. Переносные ленточные пилы применяют для продольной распиловки туш крупного рогатого скота и свиней на полу туши. Вскрытие грудной клетки, распиловки крестцовой кости. Туши крупного рогатого скота распиливают на полу туши со стороны спины. Линия разреза проходит сверху вниз на 7-8 мм вправо от средней линии позвоночника. Свиные туши распиливают посредине позвонков. Переносные дисковые пилы используют для распиловки свинных туш на полу туши. Разделки свинных отрубов. Разрезание ребер. Разделки передних четвертин крупного рогатого скота и другое. Они имеют большую производительность по сравнению с переносными ленточными. Дают ровную поверхность среза, небольшое количество дробленых костей и обеспечивают безопасность при эксплуатации. Пилы оснащены устройствами мгновенной остановки диска и механизмом, позволяющим регулировать распиловку туш под разными углами в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Технические характеристики ленточных и дисковых пил представлены в таблице на слайде. Стационарные пилы для распиловки туш и полутуш бывают ленточными с одним пильным полотном и дисковыми с одним или несколькими пильными полотнами. Дисковые пилы используют для отделения рогов, кулаков, поделочной кости. Наибольшее применение в промышленности получили стационарные дисковые пилы с одним пильным полотном. Такая пила состоит из стола, привода и дискового полотна, установленного на консольной части приводного вала. Выступающая часть дискового полотна имеет защитный кожух. Продукты загружают вручную на приемный стол пилы. Работы на дисковых пилах требуют осторожности и внимания. Стационарная ленточная пила V2FR2P предназначена для распиловки отрубов мяса на порции различной массы. Состоит из станины сварной конструкции, на которой размещены все механизмы. К станине фланцем прикреплен электродвигатель. На валу последнего установлены тормозной и приводной шкивы. Шкивы и пильное полотно закрыты крышкой. Натяжной шкив расположен на оси ползуна и может размещаться вверх-вниз с помощью маховичка. Правильное натяжение пильного полотна обеспечивает пружина. Ось с находящимся на ней шкивом может наклоняться маховичком, это исключает соскальзывание полотна со шкивов. Во избежание прогибания его при распиливании предусмотрены опорные ролики. Левая и правая каретка рабочего стола подают продукт к пильному полотну. Направляющей для полотна служит штанга. Ловитель защемляет его в момент обрыва. А труп укладывают на стол каретки или обеих кареток и придерживая руками надвигают вместе с кареткой на полотно до полного отпиливания порции необходимой величины. Затем возвращают каретку в исходное положение, а труп сдвигают для очередного отпиливания. Распиливание ведут плавно, чтобы разрез был ровный, без бахромы и пригара. Нормальная работа пилы характеризуется ровным слегка звенящим звуком. Во избежание разрыва пильного полотна продукт должен подаваться без рывков путем умеренного нажима. При распиловке мяса на порции для ускорения процесса рекомендуется пользоваться левой кареткой. Правая закрепляется в удобном для работающего положении. На рисунке на слайде показаны ленточные пилы КТ-325 фирмы Конетеолиссис Финляндия и БС фирмы Геван Видженбергия и Сие Бельгия. Устройства и принцип их работы аналогичны описанным выше. Технические характеристики ленточных пил представлены в таблице на слайде. Оборудование для пластования шпика, снятия свиной шкурки и резки мясного сырья. Машина К6ФПМ для пластования шпика. Состоит из станины, загрузочного лотка, подающего механизма дискового ножа, приемного стола, бункера. Подающий механизм подвижно связанный состанинный представляет собой самозагрузочный рифленый барабан диаметром 300 мм с индивидуальным приводом. Опорами вала барабана служат подшипники скольжения. Привод барабана осуществляется от электродвигателя через червячный редуктор и цепную передачу. Узел отрезного ножа включает в себя дисковый нож диаметром 530 мм, укрепленный на тихоходном валу червячного редуктора. Узел установлен на консольных опорах станины и закрыт кожухом, которое одновременно служит и накопительным столом. Привод дискового ножа осуществляется от электродвигателя через червячный редуктор. Узел загрузки подвижно связанный со станины имеет вид сварного вогнутого лотка, нижняя часть которого опирается на ползун регулировочного устройства. Толщина нарезаемого пласта регулируется винтом. Винт и ползун соединены между собой промежуточным валом. За счет подвижного соединения конца винта с валом длина устройства может изменяться. Ползун можно перемещать и найти оптимальное положение, при котором зазор между загрузочным лотком и ножом для нарезания пластов не должен превышать 15 мм. Производительность машины в зависимости от размеров нарезаемого пласта составляет от 100 до 300 кг в час. Частота вращения подающего барабана и дискового ножа соответственно равны 154,00 и 1,29 оборотов в секунду. Установленная мощность машины 1,6 кВт. Габаритные размеры 1395 на 605 на 110 мм. Масса 275 кг. Машина ФОА для снятия свиной шкурки. Состоит из подающего и протяжного валов, приемного и переднего столов, домкрата. Все узлы машины монтируются на станине из листовой стали. Подающий вал состоит из специальных резиновых лопастей, набранных и закрепленных на оси. Вал протягивающий, имеет зубчатую поверхность. Специальный профиль зуба обеспечивает надежный захват шкурки. Валы установлены в подшипниках на станине. Приемный стол с ножевым устройством снабжен регулирующим устройством для среза шкурки с пласта шпика и устройством для фиксации стола. Передний стол можно опрокидывать. Он оснащен самоустанавливающимся скребком для зачистки подающего вала и съема срезанной шкурки. С помощью домкрата прижимают нож к протягивающему валу. Пласт шпика шириной до 500 и толщиной до 90 мм укладывают шкуркой на передний стол и продвигают к подающему валу. Он транспортирует пласт шпика к протягивающему валу. Благодаря специальной поверхности вала шкурка захватывается зубьями и наматывается на вал. Одновременно нож приемного стола отрезает шкурку от пласта шпика. Шпик без шкурки поступает на приемный стол. Производительность машины равна 5 тонн в час. Мощность электродвигателя 1,1 кВт. Габаритные размеры 930 на 1080 на 1200 мм. Масса 500 кг. Инструмент для разделки туш скота. Для разделки туш скота применяют ручной и механический инструмент. К ручному инструменту относятся качи, ножи, мусаты и крюки. К механическому приводные ножи для дообвалки мяса. Сикачи предназначены для разделения туш и полутуш на отрубы. Ножи ручты применяют для ветеринарных работ, нутровки и ливировки, отделения кишок от обрыжейки, обвалки и жиловки, резки шпика и других технологических операций. Мусаты используют для правки ножей и секачей, крюки для подтягивания мяса к местам обвалки и жиловки, захвата мяса или шкуры при обрезании клеем и т.п. Форма режущей части ножей в поперечном сечении имеет вид клина. Обух ножа также выполнен в форме клина в направлении от пятки к вершине ножа. Угол заточки составляет 16-18 градусов, при ширине фаски 12-15 мм. Ручки ножей имеют удобную форму, их делают в основном из твердых пород древесины и различных полимерных материалов, стойких к химическому воздействию при санитарной обработке. Нож имеет специальное защитное устройство из пружинной стали или специальную фигурную ручку в целях предотвращения соскальзывания руки во время работы. Масса ножа в зависимости от вида колеблется от 80 до 150 грамм. Отличительная особенность ножей – наличие на режущей части защитного стального выступа, выполненного заодно с лезвием. В некоторых конструкциях выступ предусмотрен формой ручки ножа, выполненной в соответствии с анатомическим строением руки человека. На слайде приведены ручной инструмент для разделки туш в скота. При обвалке мяса рабочие пользуются двумя-тремя ножами, которые должны быть хорошо наточены. Так как точка ножей требует определенного навыка, обвалщик обязан научиться хорошо их точить. Через каждые 2-3 минуты обвалщик правит нож на мусате. Это делается, когда нож начинает плохо резать и необходимо прилагать дополнительное усилие. Мусаты бывают с гладкой поверхностью и с мелкой насечкой. Гладкие мусаты должны быть хорошо отшлифованы и не иметь раковин или царапин. В начале работы после точки ножа при его правке на мусате нож держат отлога и правят точно по фаске, не делая сильного нажима на мусат. При этом протягивают всю фаску лезвия ножа по мусату. При правке ножей в процессе дальнейшей работы делают небольшой нажим и нож держат несколько круче. Далее рассмотрим основные требования безопасности при разделке туш. Внутренняя поверхность ограждающих кожухов пил, применяемых для разделения туш на полу туши, должна быть покрыта звукопоглощающим материалом. Электропилы оснащают изолированными рукоятками с вмонтированными в них пусковыми приспособлениями. Для исключения случайного травмирования зона перемещения противовеса подвесной электрической пилой должна быть ограждена. Электрические пилы, работающие при напряжении свыше 42 вольт, снабжают защитно-отключающим устройством. При этом чувствительность защиты при утечке тока фазы на корпус не должна быть более 0,15 А. А продолжительность срабатывания защиты не должна превышать 0,05 секунды. В перерывах между работой и по ее окончании пилы необходимо вешать на крюки. Работник, занятый распиловкой туш, снабжается средствами индивидуальной защиты – каской, диэлектрическими сапогами, антивибрационными рукавицами. Рабочая часть подъема на опускной площадке должна быть покрыта диэлектрическим ковром. Высота подъема ее платформы ограничивается концевым выключателем и не должна превышать 1,8 метра. Платформа должна быть ограждена перилами высотой не менее 1,1 метра. На уровне 0,8 метра от настила площадки должно быть дополнительное продольное ограждение. По периметру платформа имеет сплошную ограждающую планку шириной 15 см, окрашенную в желтый цвет с черными косыми полосами. Машина для разрубки голов должна иметь устройство, фиксирующее обрабатываемую голову при подаче рабочего стола к неподвижному ножу. Приборы контроля и регулирование давления – оградительные устройства, исключающие доступ в зону движения ножа. Пуск стола осуществляется только при помощи толкателей, при одновременном нажатии на них двумя руками. Расстояние между толкателями должно исключать пуск машины одной рукой. Рабочая, обслуживающая машину для разрубки голов, обеспечивается рукавицами и защитными очками. В этом видео мы рассмотрели оборудование для разделки и обработки туши скота. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.